Этот урок будет полезен для тех, кто плохо знает программу Adobe Illustrator, программа для работы с векторной графикой, но хорошо знает Photoshop. Проблема в том, что найдя какой-то интересный фрагмент инфографики, который вы хотите использовать в своих проектах, вам бы хотелось, например, переместить слоями, как это сделано, например, в Illustrator, каждый объект на своем слое. Чтобы это все было красиво, можно было переместить в Photoshop, и в Photoshop уже производить какие-то манипуляции над графикой, которую вы нашли в интернете. Я эту проблему решил. Меня зовут Федор Васильев, и подробнее в этом видео. Итак, почему я записываю этот урок? Потому что, я думаю, многим будет он полезен. Я сам столкнулся с такой проблемой уже давно, но все откладывал в долгий ящик. Основная проблема заключается в чем? Если мы с вами найдем какой-то вектор, например, вот сейчас картинка перед вами, и просто сделаем экспорт из программы Adobe Illustrator Photoshop, это файл, экспорт, экспортировать, как. И выберем формат Photoshop PSD. После этого сохраним это на компьютер и откроем данный файл через Photoshop. У нас вся вот эта картинка, она будет в одном слое. Мы не сможем ее редактировать. То есть, например, отделить задний фон. Вот если я сейчас вот здесь вот по глазику кликну, то у нас задний фон, вы видите, он исчезает. И мы можем получить вот эти элементы на прозрачном фоне. То есть, в итоге мы можем, например, получить вот этот вектор в формате PNG. Но эта информация только для тех, кто знает плохо иллюстратор, и не хочет с ним разбираться, и хочет это вот все дело перенести в Photoshop. Ровно как и я. Я не особо владею Adobe Illustrator, и мне тоже требуется переносить какие-то прикольные векторы в Photoshop, чтобы там я мог уже спокойно работать с графикой для своих проектов. Итак, давайте приступим к методу, который у меня сработал хорошо. Вроде как вот эти, видите, группы написаны. Группа не понимает Photoshop. Нужно разбить на слои. Но давайте сначала почистим вот этот вектор, который я скачал в интернете. Уберем сначала лишнее. То есть, какое-то подготовительное действие нужно выполнить. Во-первых, вот этот фон сзади. Если вы не хотите его оставлять, вы здесь просто глазик убираете. Или же просто кликайте мышкой вот сюда по слою, и вот здесь внизу сам нажимаете корзинку удалить этот слой вообще. Дальше проверяем. Вот этот глазик, это все наши слои, это все наши элементы инфографики. Верхний слой это логотип. Я его также удаляю. То есть, сначала чистим все лишнее, потом по стрелочке открываем. Например, вам не все нужно отсюда. Просто глазиками смотрим. Я хочу оставить вот этот вот элемент, поэтому я все вот так вот удаляю лишнее. Так, это вот то, что нам нужно. Остальное мы все убираем. То есть, это все нам не нужно. К примеру. Дальше смотрите, здесь тоже есть слои, но дальше мы хотим, например, это все проработать в Photoshop. Я кликаю вот сюда по точке, чтобы выделить все. Дело в том, что когда мы перенесем это в Photoshop, скорее всего, если мы будем там заниматься размерами, то есть, если это мелкая фигура, и нам надо ее увеличить, скорее всего, пострадает качество. Здесь же у нас вектор пока что. У нас качество не пострадает, поэтому нам позаботиться нужно о том, чтобы сделать его больше, если он маленький. То есть, здесь сейчас качество у нас не пострадает. Например, пускай будет вот такой размер. Допустим, у нас все готово. То есть, цвета, текст мы уберем отсюда, да? Уже в Photoshop, например. Хотя здесь цветом тоже можно поработать, здесь цвет несложно поменять. Но урок не об этом. Смотрите, что сделать нужно первое. Значит, я кликаю вот сюда еще раз по точке, выделить все фрагменты, иду объекты, и нажимаю разгруппировать. Разгруппировали. Обратите внимание, у вас ваш файл может быть таким. Вот видите, я еще раз захожу в объекты, и разгруппировать подсвечивается, что этот пункт активный. Значит, не все разгруппировано. Нажимаем еще раз. Объект. Видите, светится еще раз. Еще раз. Еще раз. И вот до тех пор, пока вы не увидите, что разгруппировать у вас не активно. Вы не можете больше сюда кликнуть. Это значит, что все ваши здесь объекты разгруппированы. Дальше, что мы делаем. Мы кликаем вот сюда, вот на маленькую неприметную иконочку. И в выпадающем меню, если у вас вот здесь вот активно распределить по слоям, упорядочить, то вы здесь это нажимаете. У меня это не активно, поэтому я это не применяю. В принципе, все. Дальше мы делаем файл экспорт, экспорт как. Здесь вы выбираете формат PSD Photoshop. Как-нибудь назовем тест наш документ. Здесь можно не ставить галочку использовать в монтажной области. Нажимаем экспорт. В этом окне здесь оставляем RGB. Здесь тоже все оставляем. Обязательно ставим галочку сохранить слои. Эти две галочки мы оставляем. Здесь, в принципе, можем поставить нет. Здесь галочку можем снять. Ну, у меня вот такие вот значения. Я нажимаю ОК. Идет экспорт. Все, экспорт произошел. Теперь давайте проверим наш файл. Вот на рабочем столе файл тест. Я кликаю по нему два раза левой кнопкой мыши и у меня откроется Photoshop. Файл открылся у меня в Photoshop. И обратите внимание, вот сюда Photoshop. На слои вы видите папочка, видите галочку, что у нас практически все по слоям. Текст помечен таким значком желтым. Это говорит о том, что просто нет таких шрифтов. Это текстовые, вот эти моменты на нашей инфографике. Вы просто их удаляете отсюда и ставите потом свои текста. И вот можете посмотреть, что вот глазик отключаю, вы видите, отключаются слои. Там даже тень отключается и так далее. То есть очень полезный момент. Мне очень это помогает. Я также в YouTube сначала посмотрел несколько уроков на русском языке. Мне варианты эти не подошли. У меня не получилось разбить по слоям. Возможно, мой метод вам подойдет. На этом урок закончен и увидимся в следующих видео.